Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, вы знаете, что делать дальше. Сегодня у нас в гостях наш старый друг из Федеративной Республики Германия, в бывшем, наверное, да, уже я буду прав, депутат Бундестага ФРГ Вальдемар Герт. Вальдемар, приветствуем вас. Да, добрый, добрый день. Депутат 19-го созыва, там нету слова «бывший», там останется... Там все... Хотя да, да, основная деятельность теперь на площадке Бундестага, наверное, закончена. Но вы все равно остаетесь членом вашей партии, все равно продолжаете работу по партийной линии, правильно я понял вас? Да, конечно, я никогда не был карьерным политиком, я знаю, что среди наших многие, кто не прошел, обиделись, ушли. Это говорит о том, что не за тем пришли, зачем я туда пришел. Я пришел туда для того, чтобы что-то не натворить, а сотворить. Ну и удалось. Я думаю, что многие фундаменты, которые сейчас заложены, это международная межпарламентская христианская коалиция, которая зародилась вот в нашей фракции. Она сейчас уже переросла в размер 30 стран, и этим я буду продолжать заниматься. Мы сейчас встречались в Брюсселе с представителями Соединенных Штатов, России, Украины, Белоруссии, Болгарии, Греции о продвижении этого проекта, и для этого мне мандат уже был тесноват, он мне мешал передвигаться. Мандат имеет определенные преимущества, но и определенные недостатки использования мандата в каких-то личных или собственных проектах или проектов, не касающихся законотворчества, уже там рамочки такие есть, а этот проект вырастает за пределы законотворческих инициатив. Это будет общественно-политическая организация, стоящая на защите ценностей христианских, общеконсервативных ценностей. То есть мы будем продолжать работать, готовить себя к выборам. Мне поступило предложение от Бундестага продолжить эту работу в рамках начальника отдела. Ну что-то вот так по-русски, наверное, будет переводиться. Где-то в каких комитетах работать? Да, ну скорее всего предложение будет продолжить вот эту интернациональную деятельность в интересах фракции, в интересах, если Бундестаг, то в интересах фракции. И я еще посмотрю на это предложение, насколько оно будет позволять мне свободу действий в том, что я получаю и знаю, что мне надо делать. Ну и будем готовиться к выборам в Европарламент, который через два года. Я думаю, эта площадка для меня сейчас очень интересная, потому что мы заложили там фундамент Европейская христианская коалиция. Мы проговорили это все, но она очень туго движется, потому что там нету наших людей. Я думаю, что Бог усмотрит. Вы ответили как бы на мой вопрос уже. Я хотел спросить, как вы пережили это все? Я вижу, а вам и переживать нечего. Вы все равно в строю, в работе и трудитесь на благо Царства Божьего. Я, в принципе, знал, что это будет. И единственное, что мне, как по характеру моему, как по призванию, я до конца отработал, до последнего дня, как будто я дальше буду работать. Мы постарались. И есть христиане, есть возрожденные христиане сейчас. Очень много вылетело. Из тех, кого я знаю, с ЦДУ практически все, те, которые ходили со мной на молитвенный завтрак, они не прошли. А с нашей стороны есть один на мое место. Я так благодарен Богу, что это осталось, что возрожденный христианин остался в АФД, через которого мы будем продолжать работать и делать. Остались мои друзья там. И оно им как раз, это их поле деятельности, вот ограниченное рамками мандата. Они себя чувствуют там хорошо. И мне через них будет удобно влиять на политику. Это, ну, правда, удобнее. Что переживание или не переживание, ну, если честно, вот такое внутреннее облегчение, что есть, ну, расширяется сфера деятельности больше. Я могу теперь свободно проповедовать, не боясь, что меня там где-то опять в политику припишут, что я использую мандат для проповеди и прочее. Хотя ничего плохого я в этом не вижу. А было уже? Прецеденты были вот за ваш срок? Ну да, конечно, конечно. Они были неофициальные, они были дружеские советы, потом дружеские предупреждения, потом дружеские угрозы. То есть это все такое, чтобы не путать, здесь не место Богу, ну, здесь надо, ну, я... У меня всегда есть на это ответ, я правильно. В школе не место Богу, да? На работе не место Богу, везде там голые девчата висят на стенках. В школу кресты надо убрать, не место Бога. В доме, ну, теперь где тогда по-вашему место Бога? Оно в этой потайной комнате? Ну, вот, пожалуйста. Я говорю, а где там потайной комнате? На кровати, под кроватью? Ну, вот где его там еще? Куда? На самом деле, это серьезный такой вопрос, последствия вот такого отношения к Творцу, а мы его все видим. Меня очень сильно, ну, порадовало, вдохновило моё поездка в Бразилию. Там совершенно по-другому. Там в парламент, я сейчас цифру точно не помню, 517 депутатов, 75 пасторов и проповедников действующих, которые служат и являются депутатами. Очень интересно. Настолько необычно, не вмещается, наверное, сейчас сознание. Я встречался с вице-президентом парламента, Марко Филистянов, и мы с ним разговаривали, и он проповедник большого масштаба и международного, и в Бразилии очень. Так по улице нельзя с ним пройти. Ты идешь, люди подбегают к нему и просят, чтобы он помолился, и там благодарят, и он уже... Ну, я не понимаю по их... Я не мог, он им обещал, ну, он говорит, у меня гости, ну, подождите, я... Они подбегают там, чуть ли не руки целуют, и помолись, пастор, и все такое. И это политик, это вице-президент парламента. Я себе представить не могу, что у нас они с телохранителями ходят. Это другое отношение к политике и вере. Это очень сильно вдохновляет. У нас очень хорошие контакты с ними сейчас выстроились. Я был в самом монументальном здании, которое, наверное, протестанты построили. Это храм Соломона. Да, нашумело тогда это открытие. Президент страны был. Президент страны, кстати, инаугурацию проходил там, встал на колени, ему вылили... Елей? Елей вылили ему на голову. И пастор помолился, благословил. В зале сидело 10 тысяч пасторов. И это, говорит, единственное было мероприятие, где президент не сказал ни одного слова. Он только стоял на коленях и плакал. За это его так не любят все в мире. Все считают его каким-то там... Хотя он не... Он католик. У него жена Пятидесятница, сам католик. Но это не мешает верить по-настоящему и вот объединять вот такие движения. Меня это очень вдохновило. Мы будем продолжать работать над этим. Мы создали совместную коалицию. Я попросил их, чтобы они этот огонь, который в них еще не угас, как-то в Европу перенесли. Когда-то туда уехали протестанты и принесли веру. Теперь пора, давай домой, здесь восстановить ее. У нас планировалась большая поездка и в Россию вместе с ними. Но мы до выборов не успевали. Будем сейчас готовить. Может, если пандемия все устроится, значит, будем готовить на следующий год. Слушайте, вы говорите, вас вдохновило. Я слушаю. Просто поверить в это во все тяжело. Это как нас вдохновит. А сколько зрителей, кто сегодня смотрит все это, они вдохновятся, увидят, что все это возможно. Да. И самое интересное, я когда спрашиваю, а сколько... Зал огромный. Конечно, первое внутреннее, вот, честно, признаюсь, такое, по что такая трата? Ну, все сделано под иголочку. Нету, не видно нигде. Каждый камень на это строение привезен из Израиля. Нету местного, хотя и местный материал, но это было специально заделано так. Чертежи взятые, оригинальные, с храма Соломона. И все выдержано. И все сделано. И когда я так, ну, это он, видимо, не первый раз видит этот взгляд, он говорит, ну да, я знаю, о чем вы думаете. Он говорит, да, храм обошелся в 100 миллионов евро. И многие говорят нам, что же вы, столько вот вокруг нищих и прочего, почему нет? Он говорит, ну вот до пандемии у нас в год было около миллиона посетителей. Чуть больше миллиона, чуть меньше миллиона в год. Чужих, не прихожан. Прихожане, кстати, вот 10 тысяч сидячих мест там в этом. Я говорю, а сколько же приходят в воскресенье? Он говорит, у нас три служения, сейчас чуть поменьше приходят, потому что пандемия. Ну, тысяч 20, наверное, все равно еще есть для три служения. 20 тысяч – это потоки. Это потоки людей, которые в воскресенье собираются там, слушают Слово Божие. Но, говорит, из тех, кто приезжал к нам, это приезжали очень много мусульманий, автобусами, шейхи, которые, ну, посмотреть, что это за чудо тут они выстроили. А вокруг этого храма нас тоже водили, поэтому, я не знаю, фотографии я могу потом сбросить. Там история исхода израильского народа из Египта. Как они вышли, в каких они платьях были, что было здесь. Все в оригинале, так это. Потом скиния, первая скиния, которая стояла там с внешним двором, с жертвенниками, где руки мыли, где священники, где хлеба лежали, где это, и доходишь до святого святых. Занавеска эта, тяжелая такая, все в оригинале выдержанное. И он говорит, вот отсюда доходили все. Ни один еврей не зашел туда за завесу, потому что это. Но если бы я вам мог посчитать, если бы мы считали, мы, конечно, этого не делали. Сколько людей вот здесь, в этом месте отдали сердце Иисусу из шейхов, из мусульман, из этих. Я бы никогда этими деньгами до них не дотянулся. А они приехали сюда ко мне, они прошли по всей истории, и вот тут мы вместе, и мы молились вместе. И помазание такое, что просто это не просто сказать там, вот они повыделывались и сделали такое. Они служат вот каждым камушком служат Богу. Стоят эти оливковые деревья, привезенные из Гефсиманского сада. Специально биологи летали туда. Как это сделать? Привезли. И вот как раз в этот год первый раз она принесла маслину. Во дворе этого храма нашли горячую минеральную воду. Я за это не Бог. В центре города и вот эти огромные колонны, они их сделали накопителями этой теплой воды, она на это и потом она отапливает храм и все. Там есть чем вдохновиться. Мы очень почти целый день общались с главным епископом этого храма и движение то, которое там есть, оно действительно вдохновляет. Просто вера без вот этих вот ну вот тут веру можно, а вот тут нельзя. Вот в политике нельзя веру и тут нельзя, а в финансах вообще нельзя. Что вы, это же деньги, это же зло. И там, да, зло, конечно, в магазин зайдешь, на цену и глянешь, мы же точно зла не хватаем. А там это все в сочетании. То есть всегда мы боимся почему? Пошел в политику, разлюбил Бога. Влюбился в деньги или появились деньги, разлюбил Бога. Это да, это случается, это есть, но я думаю, что это было всегда внутри. И знаешь, любить Бога только тогда, когда ты немощный, ну, наверное, или когда больше ничего не остается, кроме как любить Бога, это тоже один из методов покаяния, из методов прихода в Царство Божье. Но научиться любить Бога в бизнесе, научиться любить Бога в политике, научиться любить Бога в школе, в творчестве, во всем. Ведь это все его, это же ничего, это тот другой только себе немножко прихамил то, от чего мы отказались. Вот в этом вся, а там они в такой детской, наивной, простой, ну, если он выходит в парламенте речь говорить и говорит, да, благословит Господь наши уши, глаза и мои уста, да, услышит он и начинает то же самое делает мусульмане. Вы видели, когда они выходят говорить? Они тоже говорят Аллах всемогущий и никто, никто там не возмущается. Если бы я у нас в парламенте позволил себе такое, ой-ой-ой-ой-ой, сейчас уже немножко жалею, что не позволил, можно было бы, конечно, ну, всему свое время.